Шляпу Джонни склеил сам, из картона, а мама обтянула ее серым блестящим шелком от подкладки старого пальто. Джонни насобирал димок разных перьев, навязал из них изогнутую проволоку и получился пышный хвост для шляпы, которая называется Плюмандж. К старым маминым сапожкам на каблуках Джонни пришил зубчатые отвороты из клеенки. Все остальное помогли ему сделать друзья. Серега Волошин, Вика и братья Дорины. Братья-близнецы Стасик и Борька теперь учились уже в седьмом классе, а Вика и Сергей в восьмом. Но никто из них не смотрел на третий классника Джонни, как на маленького. Это был их боевой товарищ, испытанный во многих славных делах. Он не раз выручал их, а они выручали его. Стасик и Борька сделали для Джонни шестяные звонкие шпоры-звездочки и вырезали из дюралевой полоски тонкий мушкутерский клинок. Дюрал-аллюминий — это, конечно, не сталь, но шпага блестела и звякала вполне по-боевому. А ручка у него была из твердой березы с узорами и латунным щитком, чтобы закрывать руку. Сергей отдал для этой шпади широченный желтый ремень с узорной пряжкой. Раньше Волошин подпоясывал им свои модные штаны. Потом пришла на помощь Вика. Она знала толк в костюмах, она занималась в кружке, где учат рисовать и хотела стать художницей, но не такой, который пишет картины и делает рисунки для книжек, а специальные, чтобы придумывать всякие новые одежды. — А может быть, я буду заниматься рисунками для тканей, — мечтательно сказала Вика. — Представляешь, Джонни, идешь ты в ярко-желтой рубашке, а на ней черные старинные аэропланы. Здорово, да? — Джонни согласился, что это очень здорово, но попросил Вику не отвлекаться и поскорее заняться его плащом. Вика послушалась. Она соорудила чудесный плащ на титку из голубого сатина с золотистой каймой и разноцветными муштетерскими крестами, которые были нашиты на спине, на груди и на рукавах крыльях. — Счастливый Джонни, — сказал Вите, — что она обязательно будет лауреатом самой главной художественной премии. Унес обновку домой и перед большим зеркалом надел полное обмундирование. Все было прекрасно, замечательно, почти все. Только вот красные штаны от спортивного костюма выглядели слишком современно. Джонни кончиком в шпаде почесал затылок, поразмыслил и вспомнил, что у мамы на старом халате есть блестящие большие пуговицы, переливчатые, как алмазы. Если их пришить по бокам к штанинам, будет самый старинный вид. Мама для порядка сказала, что Джонни со своим костюмом разорит весь ее гардероб. Но пуговицы отдала. Джонни устроился в кресле и взялся за дело. Он сидел, работал и никого не трогал. И вообще это был хороший вечер. Мама у настольной лампы читала фантастический роман в журнале «Вокруг света». Папа смотрел передачу о фресках. Это такие картины на стенах в каком-то старинном монастыре. Джонни по одной пуговице отпарывал от халата и пришивал к штанам. И тут принесло сестрицу Веру Сергеевну. Она увидела, чем занимается Джонни, и громко удивилась. Она заявила, что ради своих глупых выдумок он портит хорошую вещь. Халат еще совсем новый. «Кроме того, таких прекрасных пуговиц теперь не отыщешь в магазинах». «Да ладно уж», — сказала мама, чтобы ей не мешали читать, а папа сел поближе к телевизору. Джонни промолчал. Он как раз вдевал нитку в иголку. «Знаете, что меня всегда поражало в этом человеке?» — произнесла сестра Вера. Его умение презрительно молчать. Он еще в детском саду изводил этим всех воспитателей. Это было неправда. Не всех, а только Веру Сергеевну, которая была воспитательницей его группы. «Ты сама изводилась», — сдержанно заметил Джонни. «Сама привяжешься, а потом психуешь». «Евгений», — сказала мама из-за журнала, а папа сел вплотную к экрану. «Ну вот», — откликнулся Джонни. «Если молчишь, плохо. Если скажешь, опять плохо». «Смотря что скажешь», — извительно проговорила Вера Сергеевна. «Если такие слова, как своей учительницы, то любой человек не выдержит». «А что случилось?» — встревожилась мама и отложила журнал. Джонни задумчиво спросил. «Папа, правда, что в старые времена доносчикам отрубали язык на площади?» Папа был знатоком старинных обычаев. Рассеянно заметил, что, кажется, правда. Вынул из тумбочки наушники и подключил к телевизору. «Что он опять натворил?» — поинтересовалась мама у Веры. И неприятно посмотрела на Джонни. «Я недоносчица», — гордо сообщила Вера. «Но сегодня я встретила Инну Матвеевну, и та чуть не плачет. Ваш любимый сын заявил ей, что ему не нравится ее прическа». «Это правда?» — нехорошим голосом произнесла мама. «Это опять была неправда». Инна Матвеевна снова сказала Джонни, что ее выводят из себя его космы. А Джонни ответил, что ему тоже, может быть, не по вкусу чьи-то крашеные волосы, но он к этому человеку не пристает. Джонни сейчас так и объяснил маме. Она почему-то охнула и взялась за сердце. «Чьи же волосы ты имел в виду?» — почти ласково спросила Вера. «Наташке Ткачевой. В детском саду она была белобрысой. А, сейчас какая-то рыжая. Но смотрел ты не на Ткачеву, а на Инну Матвеевну. А на кого же мне смотреть, если я говорю с учительницей?» Невинно откликнулся Джонни. «Ты изверг», — жалобно сказала мама. «За что ты так не любишь Инну Матвеевну?» «Я? Это она меня не любит!» Вера опять вмешалась и заявила, что Инна Матвеевна прекрасный педагог и очень любит детей. «Детей, может быть», — заметил Джонни. «Она всю жизнь мечтала быть учительницей. Я ее хорошо знаю. Мы учились на одном курсе». «Так-то все ясно», — сказал Джонни. «Что?» — обиделась Вера Сергеевна. «Что тебе ясно?» «Да так», — уклонился Джонни. «Просто я не знал, что вы вместе учились». «Она выглядит гораздо моложе тебя». Мама перестала держаться за сердце, дотянулась и хлопнула Джонни по заросшему загривку. Это было ни капельки не больно. Однако Джонни встал, отложил шитье, а потом прямой гордый удалился в коридор. Нельзя сказать, что его душили слезы, но обида все-таки царапалась. «Опять несправедливость и насилие», — подумал Джонни. Оделся, вышел на улицу и зашагал знакомой дорогой. Он знал, что тихая музыка и мечты о прекрасной незнакомке успокоят его. Кроме того, у Джонни появилось предчувствие, что сегодня что-то случится. В тот вечер музыка звучала очень долго. И не только знакомая, была и разная другая, тоже очень хорошая. Потом стало тихо, и Джонни одиноко стоял у тополя и смотрел, как под фонарем кружатся бабочки с нишинки. Он много времени стоял и ждал. Потом подумал, что ждать нечего, потому что у него окоченели руки и ноги. И тогда звякнула калитка. Сердце у Джонни тоже звякнуло, а внутри стало так, словно он проглотил несколько холодных стеклянных шариков. Но зря Джонни вздрадивал. Из калитки вышла не девочка, а большой толстый мальчик, наверное, семиклассник. Сначала Джонни очень огорчился. Если говорить честно, у него даже в глазах защипало. Но он быстренько с этим справился и подумал, что надо наконец-то что-то делать. Иначе сколько еще вечеров придется торчать под тополем. Джонни мысленно подтянул воображаемые муштетерские ботфорты и вышел на свет фонаря. «Эй, ты!» решительно сказал он мальчишке. «Ну-ка, иди сюда!» Толстый незнакомец изумленно оглянулся, заметил Джонни, как слон, замечая букашку в траве, пожал круглыми плечами и подошел. Джонни все еще оробел, но не подал вида. «Слушай», сказал он, «вот что, тут одна девочка есть в шапке с белым шарфом. В этом доме живет. Ее как звать?» Круглое лицо мальчика было внимательным. «А тебе зачем?» «Надо, значит», хмуро откликнулся Джонни, «дело есть». Мальчишка вдруг улыбнулся, сделался очень добродушным, но Джонни было не до этой добродушности. Он нетерпеливо ждал. «Ее зовут Катя», сказал толстый мальчик. «Только она здесь не живет». «Как это?» оторопил Джонни. «Она же заходила, я видел. Она к нам приходила. Это моя двоюродная сестра. Врешь ты, а кто играет?» «Я играю. Родители заставляют. Мучение одно». Снежная сказка с хрустальными огоньками рассыпалась и погасла. Джонни сделалось холодно и очень одиноко. Он представил толстого музыканта за роялем и глянул на него с ненавистью. А тот смотрел на Джонни с пониманием и сочувствием и сказал. «Все ясно. Еще один влюбленный». В голове у Джонни сорвалась горячая граната. «Ах ты, бегемот!» заорал он и замахнулся. «А что еще оставалось делать?» Конечно, это было похоже, будто кузнечик нападает на крепостную башню. Башня перехватила могучей ладонью Джоннин кулак и удивилась. «Ты че?» «Да ладно тебе!» «В нее многие влюбляются, даже шестиклассники!» Джонни сник. «Пусти!» шепотом попросил он. Но мальчишка не отпустил. «А ну-ка пойдем!» сказал он со вздохом. «Куда?» «Погреешься!» «Торчишь тут без рукавиц!» Джонни молча уперся. Но мальчишка ухватил его за плечи. В этом толстом парне было, видимо, столько же добродушия, сколько широты и роста. «Пошли, не бойся!» «У меня дома никого нет!» И Джонни пошел. Не потому, что подчинился нажиму. Просто у него оставалась еще смутная надежда. Мальчишка сказал, что его зовут Тимофеем. Он привел Джонни в дом, вытряхнул из пальто и ботинок, усадил у большой печки. Печка была старинная, выложенная белыми блестящими плитками с разными цветами и узорами. Джонни-то тихо не видел раньше. Потом Тимофей принес фаянсовую кружку с какао. Кружка была словно родственница печки, такая же белая, блестящая, громадная и очень теплая. Джонни глотал горячее какао и поглядывал по сторонам. В комнате была черная пианино, фотоувидлечитель посреди стола и полки с книгами до самого потолка. Джонни тут же отметил, что хотя главные его мысли были о девочке. Тимофей эти мысли словно услышал. Сел напротив Джонни, подпер толстые счеты кулаками, словно добрая бабушка, и сказал, «Ты не расстраивайся. В нее, конечно, многие влюбляются. Да, только она внимания не обращает». Джонни стремительно покраснел и спрятал лицо за кружкой. Оттуда из-за кружки он спросил. Голос получился хриплый и гулкий. «А где она живет?» На песчаной, в больших домах. Новые дома на песчаной улице — это целый микрорайон. Двенадцатиэтажные корпуса, словно айсберди, нависли над деревянным городом, над его разноцветными крышами, скворечниками и тополями. Джонни в новых домах бывал множество раз. Во-первых, там жила половина ребят из его класса. Во-вторых, он любил кататься на лифтах. В-третьих, там был детский стадион. В общем, Джонни прекрасно знал эти кварталы и понимал, что найти там нужного человека не легче, чем получить книгу «Граф Монте-Кристо» в городской детской библиотеке. Но спросить точный адрес Джонни не решился. «А я тебя давно замечал», сказал Тимофей. «Только сразу не догадался, зачем ты там дежуришь под окнами». «Я музыку слушал», хмуро объяснил Джонни. Тимофей смутился. «Правда?» «А учительница говорит, что мне медведь на ухо наступил». Джонни подумал, что если бы медведь решился на такой неосторожный поступок, то неизвестно, кому было бы хуже. «Да нет, ты ничего играешь», утешил он Тимофея. Потом опять спрятался за кружкой, снова покраснел и спросил. «А эта Катя тоже умеет играть?» «Умеет», вошливо сказал Тимофей. «Даже на концерте выступала, подожди». Он дотянулся до стола, приподнял увеличитель и вытащил из-под него несколько фотографий. Снимки были большие и, как сказал бы Джоннин папа, вполне профессиональные. «Сам снимал», со скромной гордостью объяснил Тимофей. «Здорово», сказал Джонни. «Ну, не потому, что фотографии были сделаны хорошо, а потому, что незнакомая девчонка, которую звали Катя, была на них очень красивая, еще красивее, чем тогда на улице. Она сидела за роялем, в светлом платье, с большим бантом на кудряшках и отражалась в поднятой крышке, как белый букет. Она играла что-то быстрое и веселое. Это видно было потому, что она улыбалась, и одна рука у нее расплылась в воздухе от стремительного взмаха. На другом снимке Катя стояла на сцене с каким-то мальчишкой, и они, кажется, пели. Мальчишка был маленький, в пестром костюмчике, с бантиком у воротника, дошкольник или первоклассник, он не вызывал тревоги у Джонни. На третьем снимке Катя сидела на диване с незнакомой тетенькой. Это было не очень интересно. А четвертое фото было удивительное. Катя стояла в пышном платьице с оборками, а вместо темных кудрей у нее были светлые локоны. «Красивая фотография», со вздохом сказал Джонни. «А чего она, волосы такие?» «Это голубые волосы». «Парик», объяснил Тимофей. «Мальвину изображает из золотого ключика». «В театре?» удивился Джонни. «Да нет, это костюм для карнавала. В доме пионеров скоро будет». «Сами понимаете, что почувствовал Джонни. Он чуть не засиял от такого известия, потому что был уверен, на празднике все обратят внимание на блестящего муштетера. И Катя, конечно, обратит. А если Джонни получит какой-нибудь приз, тем более». Чтобы не засиять открыто, Джонни еще внимательно принялся разгулядывать фотографию. И Тимофей вдруг сказал. «Ну ладно уж, бери. Да не бойся, никому не скажу». Глупо было отказываться. Все равно Тимофей видел Джонни насквозь. К тому же он был хороший парень. Джонни честно посмотрел на нового друга и сказал. «Спасибо». Потом он стал заталкивать снимок за пазуху. Но Тимофей остановил его и дал конверт от фотобумаги. Когда Джонни одевался, Тимофей предложил. «Заходи. Может, и она придет. Познакомлю». «Зайду как-нибудь», пообещал Джонни. «Ознакомить не надо. Я сам». Прежняя музыка звучала в его душе. И, прощаясь, он искренне сказал Тимофею. «А на пианино ты здорово играешь». Когда Джонни вернулся домой, мама пришивала к его муштетерским штанам последнюю пуговицу. Кажется, она чувствовала себя немного виноватой. И все же она сказала. «Зря ты обидел Веру». «Я?» «Конечно». «Ты намекнул ей на возраст. Иными словами, ты назвал ее старухой». У Джонни было радостное и мирное настроение. Он хотел, чтобы всем было хорошо. Он просунул голову в комнату двоюродной сестры и сказал, «Вера, извини меня, пожалуйста. Я не хотел называть тебя старухой». И улыбнулся. Джонни умел улыбаться. Когда он это делал, глаза его становились как маленькие золотистые полумесяцы. На щеках появлялись ямочки и еще не выпавшие молочные зубы сияли, словно на картинке с коробочкой от зубного порошка. Сразу было видно, что это милый, воспитанный, послушный и добрый ребенок. Если озорной, то самую-самую капельку. Взрослые говорили, обаятельная улыбка. Но чаще всего это были взрослые, которые не очень хорошо знали Джонни. А Вера Сердеевна знала его хорошо. И цену его улыбки знала еще с детского сада. За этой улыбкой могло скрываться что угодно. Джонни мог улыбаться от души, но мог и обдумывать в это время планы черной мести. Именно с такой улыбкой он в декабре отдал приказ поставить вокруг Самохинского штаба зеленую дымовую завесу и двинул на штурм отряд первоклассников-добровольцев, вооруженных особым метательным снарядом. Начинка этих снарядов была глубочайшей военной тайны, которую Джонни не открыл, даже директору школы. Он только дал обещание больше не применять этого оружия в уличных боях, чтобы не подвергать опасности мирное население. Забрасывать снаряд в комнату своей бывшей воспитательницы Джонни не собирался, и улыбка его была сейчас почти искренней. Но Вера сказала «Брысь отсюда!» и закрыла дверь. «Вот так», сказал Джонни маме, «а ты говоришь». Потом он забрался в свое кресло и взял книгу, но читать не стал. Он стал думать о близком празднике. Он и раньше об этом думал, но как-то приблизительно, а сейчас начал подробно, и тут в мечтах его случилась заминка. Наденет он свой героический костюм, и, допустим, понравится девочке Кате, а дальше не побежит, ведь она за ним следом и не станет звать. «Давай познакомимся!» А сам что может сделать? Ей не скажешь, как Тимофей, «Эй, ты, иди сюда!» Настроение у Джонни испортилось. Не так сильно, как раньше, но заметно. Ничего дельного он придумать не смог. Потом Джонни захотел спать и решил что придумает утром. Продолжение следует...